Ток-шоу по фактам в прямом эфире. Меня зовут Юлия Федорова. Добрый вечер. Сегодня на мои вопросы ответит лидер нашей партии, потенциальный кандидат к президенту Молдовы Рината Усатый. Добрый вечер, Ринат Георгиевич. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Ну что ж, желающих поучаствовать в президентской гонке прибавляется. Вы, как политик, принявший решение, поучаствует лично в этом политзабеге. Чем объясняете такой азарт потенциальных кандидатов? На текущий момент уже 10 объявленных, еще примерно столько же на подходе. Ну, вы знаете, меня абсолютно не удивляет то, что происходит, потому что с 2016 года, как Молдову вернули к прямому избранию президента, решением Конституционного суда, большая часть кандидатов на любых выборах, они участвовали, одни для того, чтобы их показали первый раз в жизни по телевизору, вторые для того, чтобы их показали по телевизору последний раз, третий просто идут торпедами для того, чтобы атаковать того или иного кандидата, либо сняться, чтобы показать объединение каких-то там сил против того или иного кандидата. Вот три вещи, которые происходят. Поэтому, но, так как все-таки даже партийный кандидат, которого выдвигает партия, не отличается ничем от независимого, потому что подписи нужно собирать. 15 тысяч подписей, минимум из 18 районов. И поверьте мне, что, наверное, половина из тех, которые сегодня заявили о том, что они бы пошли, они не смогут собрать даже половину подписи. Поэтому, либо соберут их, создадут какую-то ситуацию для того, чтобы попытаться продать это поддержку того или иного кандидата. То есть, я назову это молдавская политика. И это последствия вот того самого управления страной. Мы парламентская страна, все это знают. Я увидел опросы компании МАС позавчера. Не так просто появилась у нас цифра, что 50% граждан страны хотят президентскую республику. Люди устали от колхоза. И не важно, этот колхоз заключается в десятках кандидатов в президенты, которые не умеют там половину читать и писать. Либо те решения, которые принимаются якобы там для граждан, в защиту нашего государства. Это вот тот же колхоз-парламент, 101 человек. Люди хотят, чтобы один человек отвечал за все и имел возможность сделать так, чтобы людям не вешали очередную морковку, что в 2030-м все будет хорошо, вот мы вступим в Европу. Люди хотят хорошо жить завтра, а не в 2030-м году. А каждый раз людям придумают такую морковку от 4 до 10 лет. И поэтому меня не удивляет то, что сегодня такой ажиотаж. То есть, вы не считаете, что это указывает на раздробленность с оппозиции? Вы знаете, на раздробленность оппозиции больше указывает то, что... Смотрите, вот у нас справа есть несколько кандидатов. Это Майя Санду, Андрей Настас и Филат. Ну, из тех, кто заявили, что будут участвовать в выборах. Эти люди были в одном блоке. Ну, я говорю про Настас и Майя Санду. Если брать Филата, то он политический отец, как минимум, суррогатный всей партии ПАС. Как бы они все из зеленых стали желтыми. Слева дробление намного больше, потому что, если в свое время из партии коммунистов покинул ее только Додон с несколькими депутатами и создали или возглавили партию социалистов, то из партии социалистов у нас пошло слишком много разветвлений. То есть, Ирина Влах, которая объявила о своем участии, она же была, там, социалисты ее поддерживали на выборах Башкана. Она, Додон, на выборах предъявителей, создала свой отдельный проект. Ион Кику, премьер при Додоне, создал свою партию. Иван Чабан, который вел все компании социалистов, опять же создал свою партию и даже отдельно участвовал в последних выборах. То есть, самое большое дробление слева. И партия социалистов создала, в моем понимании, больше всего, скажем так, потенциальных конкурентов для этих выборов, для самих себя. Потому что все они были в одной. А вообще, они все когда-то были в ПКРМ. Нет, так я так и сказал, что Додон ушел, но все остальные ответвления уже пошли от социалистов. Поэтому, это не, короче, это молдавская политика, с которой нужно заканчивать. Как также тот факт, что сегодня у нас зарегистрировано более 70 партий. Все кричат, что придут власти, наведут порядок. Но есть мертвые партии, которые не соответствуют даже каким-то минимальным юридическим требованиям, для того, чтобы они по сегодняшний день были зарегистрированы. Еще не вечер, у нас впереди парламентские. Еще увидим пару партий. Для чего? Для того, чтобы опять можно было торговать этими мертвыми партиями для страховки одних, вторых, третьих, десятых. То есть, бардак у нас во всем. Ну, смотрите, количество не отражается на качестве компании, которая, де-факто, стартовала. Ну, как-то уныло все. На какую компанию стоит рассчитывать, на ваш взгляд, и почему? Ну, смотрите, компания на самом деле только начнется, потому что из того, что я знаю, из того, что я вижу, у нас сегодня, что почти все руководство слева, вместе там с депутатами, находится на одном море. Партия ПАЗ вообще сделала красиво. С ПАЗ, чтобы вы понимали, собрал не только журналистов ПАЗ, а даже половину свободной прессы. И у всех повез в Грецию. То есть, сегодня, за исключением нескольких политиков... На Афон повез? А? На Афон? Нет, в другое место они поехали. Да их проблемы куда идти? Поэтому у нас 1 августа начнется официальная избирательная кампания. С 20 числа, когда начнется сбор подписей, регистрация инициативной группы уже будет повеселее. Ну, как минимум, эта кампания отличается тем, что власть всех левых и левый центр называет четко выдвиженцами Кремля. У Кремля к вам есть интерес? Послушайте, я не знаю, какой интерес ко мне есть у Кремля, либо у других каких-либо обкомов. И вот этим я точно не собираюсь заниматься. Вы знаете, я в жизни допустил слишком много ошибок в разное время. Это было проанализировано, и вещи, которые были неправильны, их нужно исправлять. Я тратил слишком много времени на выяснение чьих-то позиций, на их интересы в нашей стране, на их влияние и так далее. Меня сегодня интересует кардинально изменить жизнь каждого гражданина Молдовы. А если сейчас смотреть, чего хочет Кремль, чего хочет Вашингтон, чего хочет Бруссель и так далее, то тогда просто не будет времени заниматься тем, чем должен заниматься любой политик. Меня интересует продвижение каких-то конкретных президентских инициатив, конкретных проектов. Меня интересует сделать все для того, чтобы те, кто меня, например, обвиняют в эмоциональности или в использовании каких-то слишком резких выражений, понимали, что да, я эмоционален, но я живой человек. Я не могу не быть эмоциональным, когда происходит полный беспредел и бардак в нашей стране. Когда одни люди торгуют книгами и какими-то картинами, которые у них там всю жизнь были дома для того, чтобы купить себе там кусок хлеба, кусок масла. Когда родители думают, чем накормить завтра детей. Когда пенсионеры, у которых нет детей, которые работают за рубежом и отправляют их ежемесячно в финансовую помощь или продукты, они сегодня находятся на грани вымирания. Я не могу сегодня не быть, то есть я не могу быть безразличным ко всему этому, понимаете? Поэтому я, может быть, слишком резкий, слишком эмоциональный, но я точно понимаю, что сегодня люди ждут конкретных решений. И в чем разница между мной, например, бывшими президентами и теми, кто на них выдвигается? Вы знаете, Юль, или госпожа Санду, или господин Игорь Дадон, какая фраза была у них ключевая, когда обращались к гражданам? Я буду президентом для всех. Правильно? Я вам со всей ответственностью заявляю, что я первый кандидат президента буду в истории страны, который говорит, что я не хочу быть президентом для всех. Так, а для кого вы будете президентом, напрашивается следующее? Я хочу быть президентом для всех граждан и буду им, которые хотят изменений, которые хотят плечом в плечу добиваться конкретных изменений в реальном секторе экономики, в реформах образования, в реформах юстиции, сельского хозяйства. Я не хочу быть президентом для Андрея Спыну. Я не хочу быть президентом для катрабандистов. Я не хочу быть президентом для всяких подонков, которые продавали эту страну и приходили к власти для того, чтобы успеть доприватизировать то, что не успели предыдущие. Вот Майя Санду, она же доказала, она президент сегодня для всех. Она не готова отказаться от Спыну. Мы сегодня дошли до чего? Что сегодня после четырех лет проблемы ПАС, люди считают, главной национальной проблемой это проблему коррупции. Окей. Значит, если сегодня это главная национальная проблема, значит, у нас есть два варианта. Значит, первое, это либо, что все коррупционные схемы от Плохотнюка, с которыми они так боролись, они их сегодня подхватили и контролируют. Это первый сценарий. Второй. Значит, второй сценарий, это либо ПАС некомпетентный и не понимает, что с этим делать. Они валят сегодня на войну в Украине, что все проблемы, которые у нас есть, это война в Украине плюс разбой и хибрид. Меня тошнит от этого выражения сегодня. Окей. Скажите, пожалуйста, товарищи желтые начальники. Война в Украине могла как-то повлиять на развитие экономики и другое, но я вижу, что в Украине нет той инфляции, которая есть сегодня в Молдове. И про другие приграничные страны. Это раз. Два. Скажите, пожалуйста, а при чем? То есть власть не могут решить проблемы в экономике и социальной сфере. Скажите, пожалуйста, а чем мешает им война в Украине решить проблему коррупции? Ну все, это наша внутренняя проблема. Тут нельзя валить ни на русских, ни на войну в Украине, ни на Вашингтоне, ни на кого нельзя валить. Понимаете? Поэтому их спасает сегодня война, которая, к сожалению, происходит в Украине, потому что у них есть хоть какая-то отмазка для граждан. Так же, как завтра, я говорю, представьте себе, что завтра Молдова в Евросоюзе. Вот так за 24 поменялась ситуация в мире. Стала членами ЕС. Вы понимаете, что пас на парламентских выборах не наберет даже 2%. Потому что кроме того, что они обещают, что приведут нас в Европу, у них других обещаний нет. После всех их реализаций, если бы эта партия сегодня участвовала в выборах, например, в соседней Румынии, которая уже в Евросоюзе, а чем они могут нас покорить? Ворством и схемами с пыну по газу? Абсолютно бестолковыми чиновниками, которые стали министрами, а в жизни не проработали ни одного дня, хотя бы консилерам в сельском совете? Чем они могут сегодня похвастаться? Тем, что четверть миллиона граждан за 4 года покинули страну? То, что мы сегодня начали создавать налогоплательщиков для стран Евросоюза? Куда эмигрировала большая часть граждан, более 200 человек? Преамбула прекрасная. Теперь обо всем понятно. Да, это не преамбула. Вы не ответили таки на вопрос. Есть ли у Кремля интерес к вам? Послушайте, то, что сегодня я самый неудобный кандидат для всех внешних обкомов, это факт. Потому что, что в Кремле, что в Вашингтоне, что в Бухаресте любят контролировать. Я это точно знаю по всем тем визитам, которые я видел, особенно живя в Москве в течение 14 лет. Поэтому сегодня все привыкли иметь послушных. И это не только в молдавской политике. Поверьте, так во всем мире. Хотят видеть послушных политиков и в молдавской политике, и в украинской, и во многих других странах. Понимаете, то есть, я не являюсь послушным, я не могу быть интересен сегодня ни одному внешнему обкому. Потому что, ну, по большей части пунктов, они продвигают свои интересы. Меня интересуют национальные. В этом разница. Молдова может жить без обкомов? Сто процентов может жить. Молдова маленькая страна, которая до сих пор занималась только экспортом рабочей силы. Молдова является страной, в которой сегодня не то, что не защищены инвесторы. Сегодня, скажите, пожалуйста, банальный вопрос. Вот житель соседней Украины, Румынии, у нас есть два соседних государства. Я уже молчу там про русских, там, французов, немцев. Скажите, пожалуйста, вот хочет тот или иной бизнесмен или средне зарабатывающий человек прилететь в Молдову на выходные, там, потратить сумму там 3-5 тысяч евро. Куда? Ладно, один раз увидишь Криково. Второй раз увидят Мими. То есть у нас нет сегодня условий ни для развития туризма. А самое страшное, у нас нет никаких экономических показателей и финансовых, которые были бы привлекательны. Любой бизнес идет туда, где ему выгодно. Его не нужно упрашивать, чтобы заставляли президенты той или иной страны эту делегацию полететь в Молдову, вложить. Они могут приехать из уважения, как, например, отправили большую делегацию из Франции, да, по просьбе Макрона, прилетели бизнесмены. Да, они приехали, их попросили. Дальше они подбили экономику. Если для них невыгодно, может их Макрон еще 10 раз попросить. И сегодня, пока мы, например, не будем выгодны хотя бы по налогам для регистрации иностранных компаний у нас в стране, которые напрямую будут влиять на развитие нашей экономики с первого дня, пока мы не разрешим гражданам Молдовы, нерезидентам, то есть нерезидентам, те, кто живут более 6 месяцев за рубежом, тратить до 200 тысяч евро наличными на покупку недвижимости, земель, открытие бизнесов. Потому что у нас полстраны держало деньги в чулках и собирало. Тем более, что у нас 90% граждан в Европе работало нелегально. С вашего позволения, на что опирается экономическая программа ваша, да, и развитие экономики. Мы поговорим обязательно позже. Но вот с одной стороны, ну, положим, вы ответили на вопрос в отношении интереса Кремля. И второе, вы же знаете, что с другой стороны, вот опираясь на ваше появление, на провластных каналах, телеканалах, кто-то видит срежиссированную работу вашей партии власти вокруг заявлений по тому же газу, мазуту. Вы не успели заявить, тут же заседание, тут же разрешение вопроса, смена руководства ТЭЦ. И все думают, а что такое? Что-то ни один политик оппозиционный, когда выступает с определенными заявлениями, не следует никаких действий, реакции моль. Усатый сказал, тут же реакция. Извините, но вы повторяете фразы некоторых политиков. Давайте разберем ситуацию. Начнем с отставкой ТЭЦа, да? Когда они закапывали мазут на термоэлектрике, все эти негодяи, и неважно, это там Гроссу, Спыну или другие, они что выходили и говорили, мы знаем, какая башня Кремля дала усатому это видео для дестабилизации ситуации в Молдове. Только когда была создана парламентская комиссия, и был господин Мудук от партии коммунистов, депутат, председателем этой комиссии, пока я не передал метаданные, я показал, что именно в этот день закапывался мазут, а не в 2015, как говорил Гроссу и так далее. Скажите, пожалуйста, они сегодня, они даже после этого не смогли ничего комментировать, не то, что... То, что они не хотят со мной вступать сегодня в дискуссию, в дебаты, я говорю, про власть, это очевидно. Им удобно воевать с Шором с утра до вечера и обмениваться репликой с мэром Кишинева. Вот вся сегодня политика ПАС. Потому что после того, как они получили за газ, когда я показал параллельный рынок, 10-14 лей платили одни, а люди платили 29. И о нас как готовили все пропасовские консультанты в студиях, в том числе у вас, что осенью к местным выборам возможно появится возможность снизить цену. Я им не дал выкачивать деньги из кармана людей, и они цены понизили до 18, хотя должны были до 14. Это кто-то называет заигрыванием с властью? Или то, что я был на телеканале в прошлый понедельник, после чего Додон и еще один мелкий деятель вышли и сказали, смотрите усатый на ТВ-8 и на журнале. Уважаемые телезрители, да, я был два раза за год у Голи и два раза у РАЦа. Два раза у Козера. Раз в полгода меня приглашают. Сегодня второй раз за год я в этой студии. То есть сегодня меня кто? Двигает уже Додон против Майя Санту? Телеканал как-то ассоциировался с партией социалистов. То есть сегодня мое нахождение. У вас это меня кто? Додон толкает, получается, продвигает? Уже ассоциаций таких нет. Не, окей. Вы просто сказали, что на провластных телеканалах, на которых... Здесь добро пожаловать всех. Да, спасибо. Я другое хочу сказать, что я на любом телеканале толкаю ту повеску, которая мне интересна. Если люди видели программу с Голей или с РАЦ, люди делают выводы. А если вы говорите, что было срежиссировано то, что Голя вынужден был признаться в том, что у нас не будет дебатов, потому что Майя Санду в них не собирается участвовать. Я о том, что... Что касается в глаза. На любые какие-то выступления оппозиции власть не реагирует никак. А на мои как реагируют? Стоп. Как реагируют? Они молчат полгода, когда уже журналисты спрашивают его. Усатый раскритиковал ваше решение по Молдавской железной дороге. Вспыну. После того, как получил за газ и за термоэлектрику, говорит, мы не комментируем политические заявления. Это было так смешно и мелко. Послушайте. Сегодня у них есть учитель Филат, который в свое время договорился. Сегодня, да, есть у них стратегия. Говорит, нужно молчать и делать вид, что Усатый как будто умер. Короче, его нет. Ну, пусть молчат. А 20 октября мы посмотрим, чем будет стоить это их молчание. Вы поймите, меня сегодня беспокоит то, что граждане нашей страны более 30 лет устали от так называемой демократии и так далее. А я покажу людям то, чего они ждали, поверьте, более 30 лет. Я покажу и сделаю. Слушайте, а почему к деньгам Шора одни вопросы, а к деньгам Усатого никаких вопросов? Опять же, вот смотрите, вы взяли цитатник Игоря Додона, всего последнего. Давайте его обсудим. Да это не цитатник Игоря Додона. Скорите, пожалуйста. Возникает вопрос у ваших же избирателей. Они должны получить ответ на этот вопрос. Это Игорь Додон прочитал. Мы по этой теме. Ладно, идем по его сценарию. Это не Игорь Додон. Это Платон, если уж так цитировать. Игорь Додон заявил про то, что Усатый вкладывает в футбол, в городки, в концерты и так далее. Давайте, чтобы я не была голослована. Сейчас мы введем цитату. Я знаю цитату. Хотелось бы понять, почему к деньгам шел и к деньгам Усатого у властей разные отношения. Еще раз. Перейдем к этому, товарищи. Значит, это заявил Игорь Додон. Скажите, пожалуйста, я зарабатываю сегодня деньги. Я эти деньги декларирую так, как декларировал всегда. Я четко говорил, говорю и повторяю еще раз. Ребят, если вы умеете зарабатывать, а я подчеркиваю, у меня никогда не было, нет и не будет бизнеса в Молдове, нельзя связывать бизнес с политикой, иначе устанешь потом объяснять людям, доказывать людям правду. Значит, я вот за этот год должен заплатить более 2 миллионов лей налогов за деньги, которые зарабатывают за пределами страны. Будучи, имея прописку в Бельцах, эти деньги также, кстати, пойдут все в муниципальный бюджет Бельца. То есть, они все останутся в Бельце. В чем проблема, что Усатый зарабатывает, платит налоги. Я каждый год 3-4 миллиона лей платил налоги. Я платил больше налогов, чем Додон, Шор, которые сейчас упомянули. Тот же Платон. Пусть покажет, как физические лица, сколько они платили в год. Посмотрите на мои декларации. Еще раз, за деньги заработаны за рубежом. Продолжим разговор. Дальше. Сразу после рекламы обязательно оставайтесь. Мы снова в студии продолжаем разговор. Вопрос о деньгах отнюдь не праздный. Вы человек не бедный. И тем не менее, компания, удовольствие не издешевое. Я не закончил до рекламы про благотворительность, которая кого-то вызывает вопрос. Я предлагаю тем, кто меня критикует за благотворительность, за этот вопрос, пусть начнут что-то делать хотя бы в тех селах, городах, где у них есть примары. И пусть перестанут рассказывать байки про то, что вот как это Усатый строит футбольный городок, детские площадки и так далее. Например, когда буквально пару дней назад одна из структур наложила арест на 53 тысячи евро. Это сумма, которую я перечислил за 5 детских игровых комплексов в селах Фалежского района, где мэр от нашей партии. Я сначала просто не понял, что это. Я собрал все документы по происхождению денег. Задерживают нас, чтобы вы понимали, за минуту накладывая арест. Говорят, ну процедура занимает от 30 до 60 дней по разблокированию. Ну что это такое? И с такой калиткой, и с таким порядком в банковской системе они хотят сегодня, чтобы наша страна шла вперед, когда сегодня банковская система не принадлежит Молдове. У нас нет сегодня, Юля, ни одного банка, у которого молдавские акционеры. Скажите, пожалуйста, если большинство акционеров любого банка иностранцы, как может быть наша страна богатой, если прибыль из этих банков уходит за границу? Вот даю вам конкретный пример. И так далее. Сегодня какие инвестиции можно привлекать? Потому что в том числе из-за серьезных проблем банковской системы к нам сегодня не приходят инвесторы. Значит, только решение и либерализация банковских переводов и устранение барьеров может привести к каким-то серьезным реальным сдвигам. Потому что сегодня у нас свои граждане уже не могут нормально обслуживаться в банках. Что говорить об иностранных гражданах? Сегодня все ограничения, которые введены в банковском секторе, прикрывая это борьбой с шором. Это просто как железобетонная плита, которая давит на молдавскую экономику. И нас к этому мангалу, чтобы нас зажарить как страну. Эта работа ведется некоторыми западными структурами уже более 20 лет. Понимаете? Мы к экономике еще подойдем и к банковскому сектору. Ну раз вы уже начали. А что вы предлагаете? Как вы собираетесь вернуть банки? Все то, что я вам перечислил, вот эти проблемы нужно решить. То есть сегодня именно решение либерализации банковских переводов и устранение этих барьеров, поверьте, будет всем другое. То, что я вам говорил, что сегодня у наших граждан есть миллиарды денег. У кого-то сбережения 20 тысяч евро, у кого-то 30, у кого-то 100 тысяч, у кого-то 200. Люди десятки лет работали за рубежом, семьями многие. Эти деньги привозили домой. Сегодня по всей этой истории, которую ПАС придумала для борьбы с Шором, типа, они сегодня убивают молдавских граждан. Они сегодня не бьют по Шору. Они сегодня... Поэтому если за 200 тысяч евро граждане смогут использовать наличными, еще раз, не резиденты налоговая. Это одна из частей. А это очень важно. Как вы собираетесь в банки, где владельцы являются представителями? Очень просто. Сегодня единственный выход для того, чтобы создать жесткую конкуренцию. В защиту нашего государства, наших граждан, есть только две вещи. Первое. Это создание государственного банка. Сегодня по некоторым кредитам платят более 20% в месяц. Вернее, молдавским банкам, у которых владельцы иностранцы, наша сегодняшняя власть. Уже в течение нескольких... Вспомним банк оде экономии. А? Вспомним банк оде экономии. Банк оде экономии, это грустная страница. Для того, чтобы не повторилась банк оде экономии, 50% акций будут у государства, 50% акций будут у граждан. И вернемся теперь к нашим деньгам. Только также сегодня мы можем навести порядок на рынке цен авиабилетов, также создав только государственную авиакомпанию. Потому что сегодня, поверьте, что топливные договорники, когда, поверьте, с разных континентов топливные компании обсуждают цены на бензин и на дизельное топливо. Также сегодня, поверьте мне, авиакомпании между собой договариваются по рынку. И если нет кого-то, кто им противостоит, у нас сегодня цены из самый дешевый билет Кишинев-Вена, туда-обратно, стоит около 300 евро. Изъяс туда-обратно, он стоит 60. Вот и вся ситуация. Скажите, пожалуйста, это нормально, что еще со времен коммунистов блокировалось открытие реанимации Бельского аэропорта или аэропорта Кагул? Почему? Потому что все хотели всех сгонять под Кишиневский аэропорт, даже после того, как его взяли в концессию. Сегодня в Ледовенах, да, это земля Рыжканского района, многие считают, что это Бельский аэропорт, но юридически это на территории Рыжканского района. Сегодня там есть полоса 2200 метров. Я встречался неделю назад с инвестором, которого галяли 4 года при Плохотнюке по кабинетам, до этого несколько лет при коммунистов, который хотел вложить более 50 миллионов евро в развитие Бельского аэропорта. Ему придумали 100 вариантов ответа для того, чтобы человек развернулся и ушел. Банки и инвестиции чуть позже. И все-таки вернемся к... Да, но аэропорт это тоже наше сегодня. Это опять же выкачивание денег. Также как сегодня нет государственных аптек. Скажите, пожалуйста, что плохого в проекте... Ренат Георгиевич, сначала... Электронная аптека в каждое сего. А ваших Диаган закончим уже этот разговор, а потом мы обратимся обязательно, но чуть позже в другой части. Вот почему-то все хотят обсуждать мое... Конечно, ну баллотируйтесь, будьте любезны, ответьте нам на вопрос. Компания, удовольствие не из дешевых. Из каких средств вы будете покрывать расходы? Опять же, из-за очередной глупости в молдавском законодательстве, что я не имею права сегодня, не только я, любой человек не имеет права за декларированные и официально заработанные деньги использовать предвыборные компании, а это абсурд. Вот вы поймите, сегодня Ренат Усатый, который сидит перед вами, вы, который напротив меня, простой учитель или простой дворник, значит, имеет право использовать в этой предвыборной компании до 80 тысяч лей, примерно. Сумму я вам называю в деньгах, чтобы не гореть там количество там минимальных зарплат или средних по экономике. Значит, скажите, пожалуйста, почему нам говорят там Запад, Европа... Вот сегодня Трамп в Америке, он тратит столько, сколько он... У него есть возможность, я уже молчу помимо спонсора. Это нормально, что сегодня такие же рамки для участия в выборах, для финансирования компании у бизнесмена и у простого дворника. Это нормально? Это просто идиотизм очередной, который власть придумала для контроля. Вы и на это обратите свое внимание? Поэтому в этой компании у меня вариант только один, как и у всех. Значит, я должен обращаться сегодня, то, чего мне не хочется, к людям, которые работают за рубежом, к людям, которым я помог. А в жизни я помогу очень многим. Спросите, ребят, помогите в компанию, потому что по закону мне нельзя использовать свои деньги. Помогите мне на выборы. И это обращаю, прошу и экономических агентов, и физические лица. Потому что это единственный вариант сегодня для того, чтобы тебя не сняли с выборов. То есть, вот и все. Поэтому это вынужденная мера. Вот нормально, что усатый сегодня, который помогает людям, строит, помогает детям. Я должен сегодня ходить как попрошайка и просить помощь у людей. Если бы закон мне позволял, я бы эту проблему решил сам. Как минимум привлек бы двух-трех известных бизнесменов. Еще один вопрос к вам такой. Ирина Блах заявляла, что за ней ведется слежка. Да, видел. И другие органы. А нападки всячески осуществляются. В вашем случае такого не наблюдается? Вы знаете, чем отличаюсь? Ирина Федоровна, я считаю, допустила ошибку. В чем? Я, например, как только их ловлю. Это обидел и ловила вся страна. Когда одного я поймал, гонял недалеко от дома, где я живу сейчас, за городом. Вторых я ловил возле всяких. Просто снимаю на видео фотографии, выкладываю в интернет. Потому что у наружки есть такая проблема профессиональная. Чтобы вы знали, если человек идентифицирован. И была опубликована фотография или видео с ним во время его работы, во время слежки. Человек автоматически увольняется. Его не переводят куда-то в другое место. У меня, наверное, просто чуть больше возможностей, чем у Ирины Федоровны. И я просто это пресекал в корне. Сегодня наружка отказывается работать за Усатом. Зачем? Для того, чтобы завтра весь Фейсбук смотрел, как я ловил Иона, милиционера. И гонял его от шлагбаума до въезда в город Кишинев. А потом еще я опубликовал его место рождения в Дубосарах. Адрес, кем работал папа в милиции до него и так далее. А какое-то давление, нападки на ваших соратников. Может, угрозы? Ну, послушайте, я не слышал, чтобы угрожали Ирине Федоровне. Но Ирина Федоровна сказала, что ее соратникам действительно угрожают. И нападки, и все, что угодно. И она об этом говорит открыто. В вашем случае. Такого не наблюдается. Не то, что не наблюдается. Это то же самое, как Лилиан Карп предложил на одно из заседаний фракции. Говорит, давай Усатова вставим в санкции. Ему говорят, а как, что? А вот он нас там, это надо безобразие прекращать там и так далее, и так далее. И вообще надо позвонить в прокуратуру и взять какой-то Усатому возбудить дело. Вы знаете, какой был ответ двух прокуроров, с кем связался Карп и ему подобный? Говорит, мы извиняемся, но мы при Плохотнюке на Усатом и на его мэрах использовали уже весь уголовный кодекс. Говорит, нет, сегодня тяжелая статья БУК, которую бы мы против Усатого не фабриковали дело. У меня же было около 30 уголовных дел. Это сегодня социалистам возбудили по одному делу, это как штраф ГАИ. Они кричат на всю страну, ай, ва-лево, ва-лево, режим, Майя Санду убивают. Ребят, вы жили все... Господин Карп, у вас есть право на реплику. Господин Карп может выйти со мной на дебаты, так же, как Игорь Дадон, Майя Санду и любой другой политик. Ну что, 6 из 10 объявленных потенциальных кандидатов нацелены фактически на один и тот же избирательный сегмент. Будет еще кандидат от партии ШОР, кандидат от партии коммунистов. При этом шансы, судя по последним вопросам, и не только, далеко не равны. А это осознают, полагаю, все кандидаты. И тем не менее, они рвутся в бой. Для кого-то из них, вот вы свою точку зрения высказали в начале программы, для кого-то из них это такое электоральное упражнение, участие необходимое. Ибо впереди парламентские выборы. Это лучшие старты, тренировка. А для кого-то задача исключительно победа. Господин Усатый, какая задача стоит перед вами? И кто ваш соперник номер один? Вы знаете, я хочу строить эту кампанию без того, чтобы бороться с теми или иными кандидатами. Сегодня задача номер один в этой кампании для того, чтобы господин президент Майя Сану, господин президент Майя Сану ушла с этой должности. Вот это моя задача номер один в этой кампании. Я хочу в этой кампании предлагать президентские проекты, заниматься инициативами, которые люди ждут как воздуха сегодня. Сегодня я хочу объяснить всем гражданам страны, что только диктатура порядка в интересах государства и диктатура ответственности перед гражданами может сегодня реально добиться изменений в стране. То есть это то, чем я занимаюсь. Это то, на что я ставлю сегодняшний акцент. Как вы определяете портрет вашего избирателя? Кто эти люди? На кого вы нацелены? На чьи голоса вы рассчитываете? А вы знаете, что я сегодня единственный политик в стране, и это показали и, скажем так, неудачные выборы в парламенте в 2021 году, когда партия не прошла. И хороший результат на президентских в 2020 году. То есть в любых национальных выборах я единственный политик, который набирал тот же процент и внутри страны, и за ее пределами. То есть, например, 17% было на президентских, 17% было в западной диаспоре. И первое место там на всех участках в России, там 60% в Израиле и так далее. На парламентских, когда партия не прошла, опять же, 4% в стране, 4% с хвостиком, 4,5%. То есть сегодня у нас, смотрите, Майя Санду, вы же видите, за нее голосуют в стране, и голосует западная диаспора. За кандидата левых, как, например, господин Стояногла, не из-за того, что он кандидат левых, а из-за того, что его выдвинула партия социалистов, значит, вы увидите, что будет голосовать только диаспора СНГ. В моем случае сегодня, видя результаты предыдущей кампании, да, я единственного, за которого голосуют абсолютно разные люди, у которых разные культуры, которые по-разному называют государственные языки и так далее. Я радуюсь этому, потому что это является четкой демонстрацией того, что в Молдове есть человек, который может объединить общество разных людей, говорящих там на разных языках, разных национальностей. А кого-то профиля нет. То, что вопросы показывают, что во второй тур у нас с господином Стояноглой одинаковый рейтинг, люди решат. Еще раз, то есть я не хочу строить свою кампанию на критике оппозиции. Если будут продолжаться какие-то нападки, потому что есть стратегия у некоторых кандидатов, которые выходят, не атакуют напрямую, а выходят через каких-то там полуплатонов, полублогеров, полуполитиков и так далее, которые просто задача там быть торпедами против усад. Я предлагаю им сконцентрироваться. Если они борются с Майя Санду, например, социалисты, то пусть они борются с ней. А то у нас какая-то уж больно странная борьба. В Бельцах коалиции партии ПАС с партией социалистов не дает сегодня сделать ни улицу до Ватаров, ни делать никаких дворов. Сегодня коалиции партии ПАС и в Кишиневе убивают столицу нашей страны. Я видел эмоциональное выступление Ивана Чабана, мэра, который уже просто кричит, ребята, остановитесь. Сегодня, не важно, улица Мессаджер, Индустриальная, Василий Лупу, это Кишиневские улицы, детские сады, школы заблокированы. Блокированы из-за того, потому что ПАС с ПАСером на пару решили пить кровь Чабану. Так они не пьют кровь Чабану. Да, политически они пьют ему кровь, но они сегодня просто блокируют развитие города. Скажите, пожалуйста, как это может назваться? Вот тут хотел бы быть солидарным с Башканом Гагаузией. Фраза у него была интересная. Вчера или позавчера смотрел ночью, просто умирал. Не-не, важно. Вылетела фраза, которая подчеркивает тот бардак, который устроили. Вы множество раз заявляли о том, что в этой компании мне бы хотелось, чтобы это была компания идей, борьба идей, борьба программ. Но никак не борьба кандидатов друг с другом. Но никак не стоит очернять друг друга. И тем не менее, вы перманетно обращаетесь к Додону, конкретно к его личности. Причем вы как поддаетесь на его провокации, так и сами провоцируете. Ну послушайте. Ну где вот это? Вот как это коррелирует с вашим заявлением? Ну послушайте, ну как если человек выдвигает господина Стояногла? После этого Додон выходит и говорит, что у партии пас два кандидата. Один Майя Санду, второй Ренат Усатый. Ну здрасте. Ну опять мы стоим. И самое главное, с этой стратегией проиграли четыре раза выборы в Бельцах. В разных компаниях. Проиграли место и несколько раз. Ну зачем дальше-то вот? Раньше было, нет, Усатый, это Плохотнюк, давай победим зло. В Бельцах вместо того, чтобы предлагать что-то конкретно бельчане, ходили, кричали как бездомные по улицам два месяца. Победив Рената Усатого в Бельцах, победи Майя Санду. Не голосуйте за Александра Петвера. Ребят, ну вы в политике столько лет. Вы были и коммунистами, и социалистами, и кем вы только не были. То есть надо понимать, что вы так и дальше будете продолжать такую стратегию. Если будут провокации со стороны социалистов, то ответ со стороны Усатого обязательно. Вы поймите, Игорь Додон пока еще лидер партии социалистов. Когда выходит, я не могу отвечать им, их шавкам, неважно, они там в Лондоне, в Подмосковье или где-то еще. Но сегодня нравится кому-то, не нравится. Он сегодня председатель этой партии, правильно? Он выходит с серьезным обвинением. Я вышел и ему как бы ответил. Дальше вижу, они не могут успокоиться. Они еще раз, они раздразнят электора. Вы поймите, знаете, почему я не хочу критиковать сегодня конкурентов? Ни одного. То есть нет, если появится какой-нибудь там, неважно, целый или какой-нибудь полуплохотнюк, или там у меня очень много вопросов к Филату, но Филат заявил, что он будет участвовать в выборах для какого-то решения суда. У них участвовать не собирается, он найдет форму, в них не участвовать. То есть нет каких-то барыг, там коррупционеров и так далее. Знаете почему? Нельзя сегодня атаковать конкурентов. Потому что это приведет к тому, что Майосанду может остаться еще на 4 года. Например, чего ждет Дадон, который в 2020 году усатый, балабол, такой, сякой, там с утра до вечера, цирдя рядом, там с одной бутылки пьет, там баранье молоко, с другой козье. Значит, а потом, после оскорблений в течение нескольких там месяцев, или я бы даже сказал лет, выходит и говорит, я обращаюсь к сторонникам Рената Усатова, что вы меня... Ребята, эти люди или идут голосовать за вашего оппонента, или вообще остаются дома. Поэтому сегодня для того, чтобы была очень хорошая явка, подчеркиваю, во втором туре, неважно, кто выйдет во второй тур, нельзя сегодня людей ругать между собой. И неважно, это сторонники Рената Усатова, Александра Станогла, Ирины Влахи... Ну, продолжу оскорблять цирдю и Дадона. Послушайте, еще раз. Это была реплика на все то, что они говорили. Ну, послушайте, ну как, когда они выходят, говорят, вот Усатый делает концерт, вот Усатый финансирует то, вот Усатый... Как можно говорить, что Усатый второй кандидат пас? Ну, вы сейчас призываете, не критиковать, тем не менее, продолжайте этим заниматься. Нет, так если вы мне задаете вопросы, которые озвучил он, переходим к молодому человеку, который временно по ошибке проживает в Лондоне, да, который вышел и ту же риторику Дадона продолжает, который в начале поста говорит, что Усатый заигрывает с пас, в конце поста он пишет, что Усатый... Это я про Платона. В конце поста он пишет, что и Шор и Усатый получают деньги... Деньги Кремля. Ну, он не сказал Кремля, но говорил про русских. Вот что-то я уже какая-то биполярное заявление у нас уже пошли. То есть кандидат пас в первой части выступления, а во второй части деньги с мусором. Мы можем копнуть с вами глубже, обратиться к имени Романа Абрамовича, а там уже все очень странно, там уже непонятно, где пас, где Кремль и так далее. Я не знаю, что имеет в виду господин Платон, но... Да мне не важно, что он имеет в виду. Послушайте, сегодня, еще раз, наступит время, поговорим, понимаете? Просто, когда обзванивают блогеров, журналистов, подкастов, за три тысячи долларов скажи Усатому про Горбунцова, за полторы тысячи скажи ему про пас и так далее. Это вам доподлинно известно, да? Конечно, доподлинно. А эти же, вы поймите, 90% людей, которым делали предложение за деньги участвовать в мерзких атаках против меня, отказались. И для меня я вам скажу, что это не то, что радость. Но думаю, неужели вот сегодня, может, вы поймите, когда 90% людей отказываются писать или задавать какие-то мерзкие вопросы за деньги, подлые, меня это радует о том, что люди не готовы ради денег абсолютно на все. Вы как считаете? Вопрос с единым кандидатом закрыт? Да, 100%. Потому что то, что многие говорят, что вот Усатый критикует Додона, критиковал Стоянову, ну, послушайте, но если реально есть идея, есть беспартийный человек, я про Александра Медовича, он выдвигает. Ребят, оставьте его, пусть он выдвинется. После этого могут поддерживать, неважно, одна партия, три или десять. Ну, то есть, все же сделано так, как у нас все делал. Один человек, не буду назвать его фамилию. Короче, вы поймите, меня не интересуют эти интриги по кандидатам. Меня интересует сегодня, чтобы... У нас, как ни крути, все равно все интриги будут вокруг кандидатов. И к вам два основных вопроса, как вы понимаете. Пожалуйста. Ну, давайте так, гипотетически, да? Да. Первое, предположим мы с вами, что к первому туру выборов, то есть, к 20 октября, не только опросу, но, собственно, ситуация вся будет показывать, что рейтинг у Александра Стоянову серьезный. И он основной конкурент Май Санду. В таком случае вы снимете свою кандидатуру. Еще раз, я никогда не снимался для кого-то или за кого-то. Такого никогда не было и такого никогда не будет. То есть, в любых выборах мы во всех, наша партия участвовала. Вы же только что сказали, что ваша основная задача снять Май Санду. Еще раз, послушайте, а я что сегодня на потанцовке укололю? Нет, нет, предположим, я понимаю ваши амбиции политические. Нет, это вопрос не в амбициях. Я в своей жизни напомогался. В 2016 Додону. В 2020 году Игорь Додон говорит, что он проиграл выборы за меня из-за того, что я призвал голосовать против него и помог Май Санду. Именно так и об этом будут продолжать говорить. Значит, после этого, еще раз, почему я должен каждый раз получать за грехи к этому? Вот больше почему я никогда не хочу. Не сниматься в пользу кого-то, во-первых, это не делал. Не призывать голосовать за кого-то или против кого-то. Точка. Я в вашей студии это говорил год назад. Я извинился перед всеми гражданами страны. Мне не стыдно извиняться за свои ошибки. Потому что в 2016 году, поддержав Додона, я получал за все кульки. После 2020 года Додон, которому просто нечего сказать всем, вот, смотрите, усатые, там, желтые розы, там, Майя Санду и так далее. Да, дам ей еще один букет желтых роз. В 10 раз побольше после того, как она проиграет выборы. То есть тоже дам желтые розы. То есть второй вопрос, ответ на второй вопрос мы уже получили. Я не хочу. Если во второй тур проходит, то... То есть, совершенно верно. Не важно, кто. Если я не попаду во второй тур, я больше не хочу в этой жизни отвечать ни за чьи политические... Несмотря на то, что вы неоднократно выказывали уважение и говорили о том, что Александра Дмитриевича я уважаю. Посмотрите, еще не... Достойный кандидат. То есть он представит себя, опять же, гипотетически. Вы сказали, да, я не хочу быть на подтанцовках, еще раз говорю, все понимаю. Но вот второй тур. И выходит Стейнобла и Санду. Вы сказали в этом эфире, что моя главная задача снять санду. Вы спросили, как я буду строить компанию, ваша задача. Я на нее вам ответил. Сейчас вы меня подводите к тому, а что вы будете делать. Да не важно, кто придет. Еще раз. Я как гражданин, я как гражданин. Важно, что вы будете делать. Надо понимать четко. То есть вы сказали, что я больше на те же грабли наступать не буду, даже если Стейнобла выходит во второй тур, я не буду призывать. А почему вы акцентируете и повторяете фамилию Стейнобла? Как вариант, гипотетически, может выйти и усатый. Безусловно. Но если будет вот такая ситуация, я думаю, что избиратели хотели бы знать вашу точку зрения. Никогда больше ни за кого, ни против, кого не призываю. Ну сколько раз это повторять? Я это говорил. Говорю, я эту тему предлагаю закрытой. Поэтому журналист, а вот если вы не пройдете, как вы будете голосовать? Во втором туре я буду голосовать сам за себя. Потому что отход додонов, я показываю, ты математика, и опросы и так далее, выводит меня сегодня во второй тур. Поэтому вообще предлагаю на эту тему не тратить сильно много времени. Слушайте, вот несмотря на антирейтинг додона, который у него тоже существует, тем не менее, Александр Стойного на второе место вышел в последнем опросе. Есть партия социалистов, у которой сегодня вместо 35 рейтинг 40, который у них был, сегодня всего лишь 18. И есть додон, у которого вместо 35% рейтинга сегодня тоже 14-16. То есть это то же самое сегодня, вы поймите. Вот выдвигались два экс-советника президента в Бельсих. Петков и Ткачук. Ткачук пошел сам. Не набрал там даже 1%. Петков пошел от нашей партии, у которой там был рейтинг. И половина рейтинга, скажем так, половина тех, которые голосовал за Усатова, проголосовали там 2-4% в первом туре за Александра Петкова. Вот вам ответ. Вот правильное сравнение. Кстати, я имею в виду участие Петкова на выбор в мельцах мэра Бельс и Александра Стойногла от социалистов. Все то же самое. То есть это переходы рейтинга партии и того, кто поддерживает. Что тут удивительное. Ну хорошо, не будем продолжать разговоры в отношении Александра Стойногла. У вас политическая ревность прослеживается. Вопросы... Стоп, извините. Нет, давайте уже говорить. Давайте продолжим. Что значит политическая ревность? В чем? Вы говорите о том, что я не буду. Я что здесь на подтанцовках, что ли? Я работаю. Я работаю со своим электоралом. Подождите, это называется политическая ревность? Это называется политические амбиции? Нет, просто вы сказали ревность, поэтому я не понял. Послушайте. Амбиции... Одного предполагают другое. Это нормально? Это нормально, когда вы работаете как политик? Послушайте, я не хочу отдавать. Видите, когда вы ушел... Мне вот просто нравится, что вот все сегодня устроили. Послушайте, не надо охотиться за... Люди сами решат, что им делать. Во втором туре на любых выборах. Не нужно их подталкивать ни к одному, ни к другому решению. Задам вопрос иначе. А Рината Усатый сможет аккумулировать вокруг себя оппозицию? Вот у вас есть все шансы. Вы сможете вокруг себя объединить всех, несмотря на всю эту критику? Как вы думаете, вокруг вас объединится оппозиция? Вы говорите про избирателей, я не понимаю. Я говорю нет, я говорю про оппозиционных лидеров, про оппозиционные партии. Послушайте, я не хочу объединений ни с какими, ни властными, ни оппозиционными лидерами. Мой единственный партнер это граждане нашей страны. Я могу с вами говорить только про избирателей. Я не хочу никаких союзов. Я никогда не допущу того. Вот Воронин 10 лет рассказывал, какой дадом по телевизору, а потом взял в один день два поцелуя в щечку. И все, они уже идут вместе дальше. То есть зачем это, скажите? Зачем? Зачем мне сегодня? У меня партнеры граждане страны. А у нас больше половины, давайте сейчас вещи назвать свои имена. Да, есть несколько крупных партий. Но 80% остальных, которые вы называете лидерами партии, они просто потерпевшие. Понимаете? То есть они суммарно имеют сегодня 3-4% на всех. Они там на какие-то переговоры ходят, круглые столы, что-то предлагают. Юль, так тошнит и вот этой так называемой демократии. И от так называемого парламентаризма. Понимаете? Сегодня президентская республика, один человек отвечает за все. Диктатура в интересах государства и ответственности перед гражданами. А вот эти свадьбы, куматрии, альянсы. Я выиграю президентские выборы. Я выведу, приглашу людей на площадь. И вы увидите, что такое. И правительство национального доверия. И вы увидите, что это будет не президент, которого на 5 минут отключили, когда нужно протащить какое-то очередное безумное решение в интересах страны. И так далее. Давайте будем судить о поступках. А сегодня обсуждать. Лидеры те, лидеры эти. У того оппозиционного политика, которому удастся собрать вокруг себя. Вот что показывает. Мы ориентируемся на текущие опросы. Удастся собрать вокруг себя всю оппозицию. Ну ладно, левый-левый центр. Я не хочу собирать вокруг себя оппозицию. Это будет больше, чем цифры Майя и Санду. И вы сможете это сделать. Для этого есть избиратели. Ни один политик сегодня не может. Ни Дадон, ни Влах, ни Кику, ни Усатый. Никто не может никому передать электорат. Вот эта байка, которую дурил Дадон всех по стране, что Усатый продал 250 тысяч голосов в Майя и Санду, а при этом он набрал первое место в Бельцах, на всем севере Молдавии, включая Гагаузию. А как же я продал голоса, если Дадон в этих же городах, где был я на первом месте, он взял первое место. Сегодня люди. Одни могут послушать того или иного лидера. Вторые могут сделать наоборот. Третьи могут вообще остаться дома и не хотят голосовать ни за кого во втором туре. Тут зависит, насколько я, как человек, как политика, смогу объединить людей. Меня интересует объединить людей. Если вы думаете, что посиделки в том или ином отеле Кишинева решит вопрос передачи голосов. Да не бывает такого. Вот этими дурят людей более 30 лет. Понимаете? Что только большинство не позволяет нам провести серьезные реформы для страны. Другим просто большинства не хватает. Понимаете? А элементарно сегодня довели страну до того, что у нас сегодня от людей это пришло. Анимаете? Ренат, добейтесь, пожалуйста, хотя бы единое меню питания в школах для всех детей. Прервемся на короткую. У нас даже это не сделано. Продолжим сразу после этого. О, объединители. Мы снова в студии продолжаем разговор. До выхода на паузу мы говорили о том, что вы хотите консолидировать вокруг себя людей. Никак не оппозиционных лидеров и не политиков ни в коем случае. Но тем не менее, выборы сродни, и вообще не выборы, а политика, а сродни войне. Перманентная война, в которой нужны союзники. Вот как без союзников вы собираетесь выживать? Зачем мне союзники? От одного пахнет сигаретами со спиртом, а второго кульками. Не хочу. У меня союзники граждане страны. И послушайте, меня интересует сегодня, как объединять людей, которых они 30 лет разделяли. Нас разделяли по языковому принципу, по национальности. Потом нас начали делить одни унионисты, вторые евроинтеграции, третий таможенный союз. А меня сегодня интересует, например, добиться в течение 4 лет, с момента, как стану президентом, знаете, что объединить все граждане? И проевропейских, и про российских. Если Молдова через 4 года войдет в Шенген. Чтобы вы знали, есть тысячи условий для того, чтобы вступить, стать членом ЕС. Но в десятки раз меньше условий для того, чтобы сегодня Молдова вступила в Шенген. Сегодня есть не только Швейцария, а есть некоторые другие страны на европейском континенте, которые не просили из ВИЭС, до сих пор не стали членами Евросоюза. Но у них нет границы, физической границы. На границе я хочу, чтобы наши люди ездили отдыхать, зарабатывать деньги, работать. Вот какие задачи себе надо ставить, понимаете? Потому что сегодня это является реальным. То есть сегодня нужно обеспечение безопасности на границах, закончить производить по подвалам водку, сигареты, покончить ссор преступностью. Для этого не нужно продвигать гей-парады, как это делают некоторые правые. То есть это к Шенгену не имеет сегодня никакого отношения. И те западные ценности, которые сегодня не подходят многим гражданам Молдовы, их нет как условия. Потому что вступить в Шенген, ты должен быть страной с сильной безопасностью. И вот это, например, для меня это ключевая задача, чего буду четко добиваться. Готовлю там экспертную группу для того, чтобы реально начинать двигаться в этом направлении. Потому что людям нужны результаты, а не какие-то морковки через 10 лет. А что является базой для обеспечения безопасности? Послушайте, как сегодня, вы поймите. Что у нас происходит в этой сфере сегодня, в текущее время? Ничего не произошло до сих пор. Сегодня есть один из проектов, который нужно было давным-давно реализовать. Это, например, для меня это проект «Безопасная Молдова». Потому что сегодня отсутствие безопасности в стране, ее можно просто победить чем? Жесткой борьбой с преступностью. И сделать наши улицы, дома безопасными. Понимаете, у нас сегодня нет нормального освещения. У нас сегодня нет видеокамер. Не те видеокамеры, которые обелечивают людей за превышение скорости. Посмотрите, последнее убийство на Рыжкановке, в Кишиневе. То есть киллер смог не побояться приехать, продумать это преступление, осуществить. И в течение трех часов даже покинуть страну. Почему? Потому что мы сегодня одни из последних в мире по системе нашей безопасности. Поэтому программа «Безопасная Молдова» включает в себя то, чтобы мы сделали наши улицы и дома безопасными. И я уверен, что я с этой задачей тоже быстро справлюсь. То есть к нам не должны бояться летать, а преступники должны бояться планировать у нас совершение преступления. А какие первые шаги ваши в этом направлении будут? Я же вам до сих пор сказал, как какие шаги. То есть сегодня есть несколько вещей элементарных для того, чтобы провести необходимые реформы в полиции. Их нужно не так много. Перестать назначать гражданских министрами внутренних дел и в руководство СИБА. Ликвидировать службу информации и безопасности Центра по борьбе с коррупцией. Создать на базе их одну единственную структуру. Еще раз, у меня это все расписано в нескольких пунктах. Люди это знают. И, кстати, вот доказательство. Почему в Израиле на выборах более 50 или 60% президентских за меня проголосовало? У нас было несколько наблюдателей, но я там не проводил работу, встречи и так далее. Знаете почему? Почему? Потому что наши граждане на всех участках проголосовали за меня. Потому что один из первых пунктов был создание аналог израильского МОСАДа в Молдавии, который будет также работать эффективно и внутри страны, и за ее пределами. Представьте себе, наши работяги, которые работают в Израиле, граждане, насколько они верят спецслужбам той страны, где они работают, что увидев, что единственный человек в Молдавии, который это продвигает, это УСАД, я получил тот результат, который получил в Израиле. Еще раз, я сторонник того, что мы должны брать все лучшее, что было в Советском Союзе, брать все лучшее, что есть сегодня в Европе, и реализовать это у нас дома. Но самое главное, еще раз вернусь. Многих людей уже пугают, особенно вот эта голубятня вся розовая-голубая, которая так называемые НПОшные там Ютуб-каналы, которые начали рассказать, вау, УСАДВА надо остановить, смотрите, это диктатор. Послушайте, я не претендую на то, чтобы стать авторитарным диктатором, с кем меня срать. Я буду диктатором для преступников, коррупционеров, спыну, всяких мелких мошенников, которые выехали за рубеж, пользуются тем, что сегодня та ли страна выдает убежище, и будут сидеть оттуда пить кровь и экономическую, и политическую в нашей стране. Есть четкое подтверждение. Почему украинские спецслужбы? Вы видели, как они забрали Чаус? Это видела вся страна. Это не было бандитские наезды и так далее. Хотя тоже тогда, когда я высказал эту версию. Это было на воскресенье, да. Да, я высказал эту версию, и всякие НПОшники начали. Это сделало ФСБ, чтобы поругать Молдову с Украиной, вот УСАДЫ продвигают какие-то ФСБшные. Говорю, ребят, его вытащили офицеры, у которых было письменное задание взять коррупционера и привезти его домой. Наши это, кстати, проглотили. И Майя Санду, заметьте, и бывший премьер Гаврилицы. Про это не хотят говорить. Вы не заметили это? Как не заметили? Они не хотят про это говорить. Все это заметили давным-давно. Ну вот я вам привел четкий пример. Как возвращать людей домой? Вопрос такой, знаете. Пожалуйста. Интересно было бы услышать, на какие ваши действия, поступки, шаги, я сейчас не говорю о заявлениях, о декларациях, да, на какой ваш опыт, в конце концов, до текущего момента, может или должен опереться избиратель, дабы сделать выбор в пользу Рината Усатова как президента. В отличие от большинства политиков, нельзя говорить про всех, от большинства политиков я отличаюсь тем, что я в этой жизни что-то сделал. Потому что те люди, которым по 50-60 лет, Ира обещает, тысячи рабочих мест, фабрики, заводы, пароходы, они в своей жизни не построили даже какой-нибудь кёск, не создали два рабочих места. Послушайте, я руководил, я создавал с нуля компанию, я руководил, занимал ответственные должности в разных холдингах, в разных компаниях в относительно юном возрасте. Давайте начнем с того, Юль. В 21 год, это то, что телеканалы никогда не писали про Усатова, люди даже не знают нормальную биографию, знают, что родился в Фолештах, родители учителя. В 21 год я был супервайзером международного аэропорта Кишнева, отвечал за все чартерные лидерные рейсы. Через год я работал советником господина Вартика в Молдации. В 23 года я уже был ведущий инженер комбината питания, Молдавской железной дороги отвечал за безопасность всех вагонов-ресторанов Молдавской железной дороги госпредприятий. Скажите, пожалуйста, то, что создал с нуля компанию и начал производить инструменты, которые были признаны номер один в СНГ и в Европе, которыми обрабатывали рельсы и колеса. Скажите, пожалуйста, то, что я показал в Бельцах, то, что я показал в Бельцах, пусть покажет, кто сделал. И многие говорят, а нет, усатый, то не сделал. Покажите того, кто сделал больше меня в Бельцах. Я... Ну, будут рассматривать и с другой стороны. Ну, вот бросил Бельца на производство. Ну, послушайте, еще раз. А вдруг он это сделает? Нет, послушайте, еще раз. Я то, что сделал... Подождите. Госслужба. Это не бизнес. Это другая история совершенно. Я ушел с Бельц, сегодня есть мэр, человек честный, который работает, петка на благо города. Скажите, пожалуйста, я перестал там финансировать полностью все мероприятия, Новый год, День города и так далее. Я первые 10 остановок из Нержавейки, и вы увидите разницу между остановками Усатого и Спыну, я представлю цифры на следующей неделе и покажу, как они выглядят. 10 остановок в Бельцах, зарыбление озер, закупка брусчатки, отремонтировал за свой счет все освещение в центральной части города, социальное столово на новогодние праздники в холодное время для тех людей, у которых нет детей за границей, им помогать. Это называется «Я бросил город». Я вам перечислил то, что я сделал за полгода последний. С тех пор, как люди говорят, что Усатый бросил Бельц. Итак, полюшу баллотируйтесь. Вы говорите, что бизнес и госслужба – это не то. А я сегодня смотрю на страну, знаете как, почему, когда мы делаем ремонт в своей квартире, Юль, мы стараемся выбрать, даже люди, у которых есть небольшие возможности, обои какие-нибудь получше, кафель, пусть будет белорусский, но вот такой приятный все-таки, ровненький и так далее, стеклопакетки. То есть, когда мы делаем ремонт у себя дома, мы ко всему относимся трепетно, делаем в деталях, экономим там, найденную, лишь бы сделать хорошо. А когда мы делаем для государства, мы делаем все, как кому бредет в голову. Вот поэтому я больше не хочу слышать про парламентскую республику. Я отношусь к тем 50% гражданам, которые говорят, что мы хотим президентскую республику, когда один человек отвечает за все. Чтобы не делали по демократическим, ссылаясь на демократические какие-то процессы и нормы, дорогу Кишиневску Лена в течение семи лет ее нажимал. Где дорога Кишиневску Лена, где дорога, где президент. Давайте будем опираться на конституционную полномочию президента. Еще раз, стоп, стоп. Если мы говорим про сегодняшние полномочия президента, я точно не собираюсь идти в президента для того, чтобы раздал медали, встретился с послами, куда-нибудь полетел еще раз. Я говорю про президентскую республику. И если люди хотят президентскую республику, хотят человека, который отвечает за все, и они за меня проголосуют, вот тогда я соберу людей на площади и все остальные планы, я заявлю, люди, которые хотят изменений, будут этому аплодировать. Все, кого это не устраивает, поверьте мне, если успеют, могут попытаться уехать. Вы уже сказали, что президентом будет не для всех. Хорошо. Но учитывая текущие полномочия конституционные президента, каким должен быть президент вот сейчас? Вот 20 октября, второй тур. Чего ждет народ Молдова от президента в это время, в это непростое время, как внутри страны, так и за ее пределами? Значит, люди ждут президента, который первое объединит общество, потому что это все обещали в предвыборную кампанию. Майя Санду обещала русскоязычным, Додон обещал про европейцев, как приходит власть, и каждый из них забывал про половину граждан. Я говорил в предвыборную в 2020 году, ребят, выиграет Додон, корабль под названием Молдова даст крен влево. Выиграет Майя Санду, будет крен вправо. Так и произошло, и в одном случае, и в другом. Понимаете? Поэтому люди сегодня ждут президента, который будет решать их проблемы. Люди ждут президента, который наведет порядок, и люди перестанут собирать гроши для того, чтобы купить те или иные лекарства, либо дождаться пенсии для того, чтобы просто не умереть с голодом. Вы же понимаете, что вот по такому щелчку пальцев господина Усатова парламентская республика не превращается в президентскую? Послушайте, это вот то, что вам рассказывают демагоги будут. А я вам расскажу кратчайший путь. Кратчайший путь, когда я буду официально выдвигаться, когда я представлю платформу, программу, сейчас просто не сам. Я юридически вам расскажу все шаги, которые последуют для того, чтобы это очень быстро реализовать. Я это сделаю. А ваши действия в отношении референдума? Послушайте, этот референдум был придуман для того, чтобы Майя Санду попыталась выиграть на выборах с первого тура. То есть вся его задумка связана именно с этой стратегией, а не с той, чтобы как-то помочь реально гражданам нашей страны. Это была первая задача. Второе. Она просто тем самым хотела обесточить полностью всех проевропейских политиков, проевропейские партии, чтобы как-то все это одеяло, назовем его проевропейское, затянуть за себя. Я в таком цирке участвовать не могу себе позволить, тем более, что я понимаю, что он помимо того, что популистский, он еще и беспредельный. Я выйду с заявлением, я просто жду, чтобы наши коллеги тоже примары, многие взяли с детьми отпуск, тоже знаете, на эти переговоры. То есть в ближайшее время я всех соберу, переговорю, озвучу свою позицию, послушаю их, и мы выйдем с официальной позиции. Но еще раз, в этом цирке я точно участвовать не могу, потому что я слишком хорошо понимаю. Ну вариантов там немного, либо бойкот, либо голосование мне тут жалко, знаете как, мне жалко людей, которые сегодня, у нас же реально есть люди, которые сегодня проевропейцы. То есть есть люди проевропейцы, есть унионисты, есть люди, которые там за сближение с Москвой. Мне жалко людей, потому что в данном случае они думают, что вот если они проголосуют на этом референдуме, то завтра Молдова станет частью Европейского Союза. То есть их, к сожалению, настолько забили, забили информационно, я имею в виду, да, что люди думают, ага, все, проголосуем, ребят, да, этот референдум нужно будет проводить, но нужно будет проводить тогда, когда будет шанс во вступление в Евросоюз. А сегодня это просто такое... Вы знаете, я никогда не был сторонником смотреть через призму, есть шанс вступить в тот или иной союз. Меня всегда интересовал вектор национального развития. Но с теми реформами, которые осуществляет сегодняшняя власть, мы сегодня не можем даже подать заявку на объединение с Сомали. То есть не то, что вступить в Европейский Союз. О чем вы говорите? Там сегодня еще два-три таких, как Спыну и некоторые другие люди из окружения Майя-Санду, которых она защищает, тем самым становится где-то соучастником. Наши западные партнеры нас хвалят за реформу. Еще раз, ступо. Нас также хвалили во время Филата, что все хорошо, все шикарно, идем вперед, Европа и так далее. Чем это все закончилось? Чем это все закончилось? Люди помнят, нет. Для Молдовы какой путь вы считаете наиболее выигрышным? Сегодня вектор национального развития стать сильной, привлекательной страной, чтобы за нами охотились, в хорошем смысле слова. Не охотились, как за полигоном, где русские будут выяснять с западом свои отношения, а за строй, который скажет, смотрите, как они изменили за четыре года. Мы должны их срочно брать к себе. Понимаете? Вот давайте теперь разобрать тему. А захотят люди идти куда-то или нет? За счет чего Молдова, безресурсная страна, может добиться того, что скажут, ну, смотри, какая страна за четыре года. Я представлю детально, некоторые вещи я сегодня вам озвучил, я представлю детально и программу, и платформу, и люди дадут ей оценку. То есть я лично понимаю это, как сделать. Вы поймите, почему и у меня, и у сотен, я бы даже сказал, тысяч наших граждан, которые уехали в другие страны, и неважно, Европа, Россия, США, почему у них там получилось реализовать себя, создавать компании, и неважно это, строительные компании, транспортные, вообще пить. У меня есть пример нашей одной соотечественницы, которая в 18-летнем возрасте пешком, два месяца пробиралась в Италию. Сегодня, чтобы вы знали, она владелец ресторана, который на три подвазер номер один в Венеции. Она пешком шла, через что она прошла, через какие издевательства, леса, болота и так далее. Человек не мог дома даже открыть кафе, потому что нужно было платить ментам, бандитам, каким-то еще непонятным ублюдкам в разных органах и так далее. И человек ушел, еще раз, пешком, без документов. И номер один ресторан. И таких примеров у нас сегодня, во всех странах мира, я же встречаюсь с этими людьми, и они есть сегодня, и в России, и в Германии, и во Франции, люди, которые получили опыт. Очень хотелось услышать подробно от вас, на чем должно базироваться экономическое развитие страны, но так как я понимаю, сегодня вы это не представите, значит... Нет, я сегодня искал вам несколько пунктов. Хорошо, хочется от вас услышать, каким вы видите развитие событий в случае, если побеждает кандидат от оппозиции, с одной стороны, а с другой стороны, если побеждает нынешний президент Майя Сан. Я единственный политик, который почти год требует досрочных парламентских выборов. Я пытался инициировать референдум, ЦИК его заблокировал. Плюс заблокировку референдума, чтобы люди высказали, хотят они... Голосовал и ПАС, и социалисты, и коммунисты, единогласно в ЦИКе. Два. Социалисты в парламенте, третью голосов, могли инициировать этот же референдум, чтобы не собирать 100 тысяч подписей в стране. Мы должны добиться ухода этой власти. Любыми путями, чем быстрее, тем лучше. А те, кто говорят, да ничего страшного, еще год пусть поработают, выборы, поверишь... Так вы же только что сказали. Вот смотрите, опять вы себе противоречите. Почему? Вы говорите, мы должны добиться ухода этой власти любыми путями. Ну, в тот момент, когда я вам говорю, а если оппозиционный кандидат по всем вопросам, не вы, а какой-то другой, пускай это будет нестойно, но у него будет больше шансов. Вы поддержите, вы говорите, нет, не поддержите. Послушайте, еще раз. Так это один из любых путей. Послушайте, Юль, я очень искренне, четко вам ответил. А вы сегодня, так как вы ставите вопрос, может быть, ладно, не скажу, а то дети нас смотрят. Вы смешали в одну кучу... Еще раз, я говорю, страну, да, я буду с гражданами это делать. Перестаньте меня объединять с всякими непонятными политиканчиками, так, чтобы мягко я выразился, ладно? Еще раз, я уже видел лицо розовых, голубых, желтых, зеленых, фиолетовитых. Вот есть у них кружок правых, которые собираются, подписывают пакты за Европу, потом оттуда сбегают. Есть так называемые левые. Нравятся им эти кружки гангбэнги, как я их называю, политические. Пусть туда ходят. У меня партнеры, союзники граждан страны. Перестаньте меня постоянно к кому-то прилипать. Я им не нужен, они мне тоже не нужны. У меня диалог и сотрудничество с гражданами нашей страны, которые будут давать ту или иную оценку моей деятельности. Дальше. Представим себе, что Майя Санду выиграла. Я вам ответил. Мы должны добиться досрочных парламентских выборов. И для того, чтобы дать бой. И в следующем парламенте, поверьте мне, что будет абсолютно другой парламент. Следующий. Какой? Будет другой. Это безусловно будет другой. Следующий парламент должен быть без партии ПАС. Но я имею в виду, большинство они не получат. Я это имею в виду. То есть им придется объединяться как минимум с двумя партиями. Либо с партией социалистов. Гроссу говорит, что у них хорошее сотрудничество. Он в семи районах создали, избрали председателя и так далее. Я лично как бы хотел. Я бы хотел сесть за стол. В данном случае готовь сесть со всеми. Так. И сказать, уважаемый товарищ социалист. Вот есть у вас господин Головачев, экономист. Ну, люди другие. Супер. Есть партия Иона Кику. У кого какие специалисты есть, для каких агентств. Есть несколько министров, которые показали эффективность партии ПАС. То есть моя мечта, собрать все партии и не делить министерства и агентства, как это делали 30 лет, за счет того, у кого больше процентов, у того больше портфеля. Министры, либо агентства. Это бред. Они драли за агентства и министерства. У них не было туда, кого назначать. То есть они сначала отбивали дожесть, потом начинали туда искать кандидатов. Это нужно заканчивать. Если мы реально хотим изменений в стране, УСАТЫ и наша партия показала своих специалистов. Ну, я все партии вам назвал там. Не назвал там. Партию ВАК, там платформа Дандрия Настасова. Рената УСАТЫ, президент Республики Молдова. Опять же, предположим, да, гипотетически. Ваши первые действия на посту президента. После моей инаугурации парламент перестанет существовать в том виде, в котором я сегодня в течение одной рабочей недели. Я распущу парламент. Это будет первое, что я сделаю. Я распущу парламент. Какая будет юридическая форма, как это будет. Я детально это подробно расскажу тогда, когда начнется кампания. Но, получив мандат от граждан страны, они хотят президентскую республику, они хотят человека, который отвечает за все. Люди мне дадут мандат распустить парламент, я его распущу. И мне не интересует, что будет делать МПО, 90% из которых я запрещу. Не из-за того, что я так хочу. Потому что они занимаются какими-то помощными действиями против граждан нашей страны. И конкретно против нашей страны. Поэтому, короче, поверьте мне, Молдова будет точно другой страны. То есть, МПО вплоть до иноагентов. Такая же история может быть, как в Грузии. Вам близка эта позиция? Послушайте, я не изучал детально, что было в Грузии. Но я точно знаю сегодня. Являясь, наверное, одним из самых информированных людей в нашей стране, я точно знаю, какие из них нужно гасить. Сразу же. Некоторые, которые там реализовывали какие-то нормальные. Но их всего несколько. Но 95% нужно будет собирать, чемоданы их отправлять туда, откуда они приехали. А какой вы видите ваш диалог с посольствами иностранными? Опять же, это тот же вопрос, как вы мне спросили про оппозиционные или какие-то другие партии. Я сегодня, президент страны, должен говорить со всеми. Но действовать только в интересах граждан Молдовы и в интересах государства Республики Молдовы. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Вы знаете, можно одну фразу проскать людям? Все это лето, предвыборная активность. Так и быть, несмотря на вашу горячность сегодняшнюю. Скажите. Уважаемые граждане нашей страны, поверьте, что Молдова это наш общий дом. Я в этом доме наведу порядок. Спасибо, всего, аккуратно. В студии был потенциальный кандидат президента Республики Молдова. Рината Усады. Всего доброго. Рината Усады. Рината Усады.